приветствую бойцы как у дела как настроение в сегодняшнем обзорчике у нас робот falcon попросили falcon мне сделать не прокачано но не сильно прокачан там 9 10 левел ну работаю с тем что есть показывают то что есть а у меня имеется falcon 12 м к двашка раньше на нем угорал прикалывался робот тащил сейчас сейчас посмотрим тащит он или не тащит если конечно falcon рвется на хока все ему хана трынец также появились энергоблоки открылся чемпионский судучок так что немножко будем лечиться аккуратненько помаленечку чтобы энергоблоки не потратить имеется покраски у меня аж 4 штуки скорее всего пали из этих особых поставок старых давнишних но красивей конечно смотрится красивше но они не дают дополнительный прирост по хп есть конечно такая же blackbird плюс 5 процентов но он мне недоступна у меня имеется ой название сложная кота в общем не сильно красивая но зато дополнительные 5 процентов прочности как лишний не будет также по модуле поставила стенд если враги у вас слабые можно поставить два модуля на защиту допустим хави армаркет и соответственно будет будем наблюдать из хпшки гораздо гораздо больше но повторюсь если будут враги сильный страшно ужасно и там хоккей то вас быстро быстро дожгут до ласт энда чудо не случится поэтому пусть ласт энд дает дополнительные несколько секунд жизни пусть он будет также хави армаркет falcon как бы танк основная задача не наносить дамаг это соответственно там продавливать отвлекать врагов на себя майки захватывать удерживать там держать фланги всякое такое чисто роль танка на танка естественно уже ставить ремонт поставил я ремонт экономный за 20 энергоблоков по пилоту есть конечно пилот родной который наделяет способностью фалкона что его пушка центральная стреляет если правильно помню на 20 процентов сильней но это все нужно покупать у меня обзоры такие эконом эконом обзоры также видите у меня не установленные вооружение на задние слоты вооружения и не написано закончилась у меня прокачка сейчас прокачивается или что а сейчас у меня прокачивается там азер для рованы но видите из-за того что пушки не установил игра мне не показывает сколько времени осталось на прокачку так что это конечно неудобно а почему допустим кто не знает не поставил пушки на задние слоты потому что фалкон может цепляться бегает у нас наши карты оптимизированы конечно но все таки вазу есть большая доля вероятности на джуни вы можете зацепиться на хокетом на при прыжке можете каким-либо образом пушечками зацепиться там когда углы обходите препятствия узкие пространства в общем когда нет вооружения у фалкона на задних слотах он более хорошо перед вещи перемещается нигде не цепляется так старый пилот но меня механик 05 максимально ран кстати говоря если пилот не легендарный что данном случае мы имеем синенького пилота максимальный ранг у него т3 ну я думаю для быкнена игрока бюджетника на т4 даже не можно можно даже не рассчитывать в принципе можно ставить синеньких пилотов в этом отношении но другом отношении синенькие пилоты не перспективны конечно же я сторонник пилота адриан ну хотя бы дает дополнительные проценты процентаж по стрельбе где пилот адриан у меня вот допустим здесь и здесь навык еще можно перекочегарить в т4 если допустим вы озолотились но не знаю там возможно я когда-то озолочусь и т4 в т4 переведу также по скидке сейчас перевод улучшения навыка стоит 2000 голды по скидке 1800 чтобы владеть ситуацией в сети социальных сетях и заглядывайте в сюда вот что здесь пишут здесь ничего не пишут а теперь давайте по новостям быстренько пробежимся в темпе вальса но особо поставку я уже говорил я коплю 600 и будут раза крути за 200 в надежде получить тайфуна разработчики тайфуна не дали не то что на обзор на обзор мне никогда не дадут такая политика компании пиксоник они дают только продажным ютубером я хотел получить тайфуна за конкурс но попозже скажу про это через минутку но ничего не дали да тоже подкрутили скорее всего все подкручено в общем пиксоников если ты не угоден пиксонику говоришь аж как-то и не угоден пиксонику когда говоришь правду но игра лагает дисбалансы нерфы и так далее если эти проблемы озвучиваешь ну все ты ты в него не угоден пиксоникам только из-за этого ну да зашибись да а у меня как бы канал и объективный если игра джошник муртов монстров монструл лагает я тоже говорю что игра лагает нужно заниматься этим если будешь там в другой где проблемы там меха арене там роботы прыгают к друг на друга находит нужно исправлять я про это тоже озвучиваю так что пиксоники кто здесь не правы вы вы не правы так у нас появился баланс юнит что это за штука дрюка спасибо суммонин в р как-то роботрус пост создал я соответственно у него скопировал чтобы вам довести информацию баланс юнит это два в одном это хэви армаркет и термо нукле реактор то есть модуль на атаку и модуль на защиту объединили и появился баланс юнит с несколько сниженными характеристиками конечно но но если вы соберете вот такую сборочку то получается уже гораздо гораздо круче можете посчитать суммарно эти два модуля дадут больше чем отдельных хэви армаркет и термо нукле реактор также вы видите у паренька суммонин если пранки называешь если неправильно извини поставил он на родного пилота на хока кайла этот кайл наделяет хока способностью не восприимчивостью к негативным эффектам 5 секунд что ли что-то и не знаю ну в общем было нормально хватает в общем пока хок летает хока не могут не застанет не проклясть вооружение и мы что имеем в итоге у меня стоит соответственно у хока давайте по любуемся антиконтрол чтоб соответственно также меня не станели не проклинали а из-за этого у меня или огневая мощь снижена или допустим защита снижена то есть я пожертвовал хэвер маркетом или термо нукле реактором если бы у меня был родной пилот естественно от антиконтрола можно избавляться было бы и ставить что-то более актуально но возможно также давайте баланс юнита если они бы у меня были напоминаю кто там сейчас возмущается возможно у меня обзоры в основном на для новичков и среднего класса поэтому я болтаю про все новички которые играют там неделю месяц 3 пара многое не знают также комментарии несколько матершины то что баланс юнит попал в игру у нас сейчас за деньги просто так наша игра донат а ну вот видите еще пиксониками не нравлюсь что я говорю правду что игра донатная что донатер здесь не убиваем он является богом то есть соревновательный момент в игре отсутствует как таковой если ты имеешь дело против гликмана какого-нибудь там донатера охраневшего такого же ну просто можно не играть бесполезно так ну и вот вот люди ругаются что же 3000 рублей стоит за баланс юнит ну соответственно кто-то покупает только для кого-то 3000 рублей это нормальная плата за удовольствие но для меня напомню 300-500 рублей в месяц я готов тратить на игрушечки и прогрессор пишет для донатеров праздник сейчас некоторые специалисты парочка ютуберов расскажут как надо играть да и скажут я играю с 14 года поэтому я всех нагибаю ну как говорит товарищ гликман там так далее давайте перемене двигаемся пока вы запомнили до идеальная сборка но возможно вместо шрёдеров можно поставить квакеры ну это уже как вкусовщина да со шрёдерами будете вы станет как нефиг делать побыстрее конечно можно застанет с помощью дрона из нуклеонов и квакеров но тут уж как смотрит на на как свой стороны посмотреть да сколько у вас ячейку этого дрона кругленьких открыто кивостом чипы и так далее если чипы не очень-то бичовский то надо конечно ставить шрёдеры чтобы врага герхода шрёдера что врага застанет и стыд у него quantum сенсор видите да интересно анти локи анти джун анти джун ждун так и напоминаю все продажные ютуберы которые сотрудничают с пиксониками разыгрывают что-либо поэтому вписывайте в youtube чик варобос гивэвэй и соответственно вы можете увидеть периодически раз два раза в неделю допустим да и вы можете увидеть там ну или там социальные сети там дискорды вконтакте ски разные и вы можете наблюдать что разыгрываться там допустим 5 тифонов этих сифонов новых роботов там 5 баланс юнитов и так далее гликмана пасана разыгрывает то что обзор у него не объективны это факт но то что ресурсы можно получить также факт поэтому участвуйте в конкурсах и так далее если есть какие-то альтруисты можете вписывать мой айди допустим в конкурс гликмана возможно он меня специально проигнорирует то же самое как принципе поступают разработчики специально мой айди из всех розыгрышей вычеркивают которых я победил также давайте новостюшка очень интересная официалов то что сейчас опыт операции даются больше и соответственно вы проходите вы будете на 50 процентов быстрее ну хорошо большинство людей до конца операции не проходят даже бесплатную линейку полностью забрать не могут сейчас соответственно шанс есть ну таким образом разработчики и онлайн себе повышают то есть работают ну выгоду они сами в этом имеют и другой стороны и конечный пользователь игрок также получает выгоду из-за того что всякие там бонусы акции в данном случае операция проходится быстрее вы можете сейчас два раза больше поиграть операции по проходить пока действует акция дальше движемся вот тоже нашел такую картиночку в роботрус группа мне не нравится тоже намечается прогиб от разработчиков не объективность я ничего плохого не вижу в сотрудничестве с разработчиком сотрудничаю с отзур и плариум объективно озвучиваю их игры я за объективность если в робот не нравится такое ну ваше дело все многое про них говорю да про политику не 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 объективности у компании пиксоник ну ладно извиняюсь что отвлекаюсь так вы выиграли тайфуна я думаю где же мой тайфун то я помню во все все услышания говорили сделайте ролик назовите там в робот ремастер хэштеги там и соответственно будет крутые награды вот и сделал потратил там на на зрение минус один места уже потом и конечно восстановил глаза слезились сутки монтировал искал материал картинка конечно такая но возможно стремная но видеоматериал там подборка монтаж на высшем уровне ссылку оставлю в комментарии в описании ролика вы можете зайти и посмотреть там на самом деле как игра развивалась все основные моменты указаны чисто визуал то есть глаз и душа и глаз радуются и уж эта музыка обалденная enigma tng это киберпанк долбит ну не все любят киберпанк я жене музыку включил она вообще офигела вид какая мощная крутая музыка и я ну я мне было много вариантов жена сказал она музыка понятно enigma tng мне нравится нужно как бы более-менее объективно подходить мне это нравится возможно больше всего людей не понравится я уже спросил бы нихрена себе тут добит ну многие в пляс несут так можно сказать да и остановился на enigma tng в общем и музыка и монтаж на высшем уровне и за это мне в ровным счетом ничего не дали ни тифона не сифона не тайфона не минуса то есть если участвуют монтируешь сутки зрение мать его портишь но ты не едаешься неугодным ютубером они угодные ты озвучиваешь правду тени хрена ничего не дадут я не не нужна ваша поддержка вы просто дайте мне то что я заработал потому что я реально работал я корпел над этим вашим видосом сраном и вы обещали за это дать что ли только что-то крутое все указал хэштеги и так далее 0 вот чисто козлы так ставим это давать следующая картинка в робот плюс не забывайте в группу вконтакте входить подписываться также дискорд канал и все полезные ссылки по игре воробос там указаны информационные как прокачивается там ютуберы и так далее в общем все самое интересное там полетели дальше так полетели у меня способность отсутствует потому что когда играешь на эмуляторе не нужно как мне артуре он сказал быстро входить так я пойду на центр а на харьки сразу летают хакеры не нужно сразу входить в бой я нажал сразу в бой потому что один хрен у фалкона традиционалиста отключены задние слоты вооружения ты не можешь прыгать и подключать слоты вооружения поэтому я без стыда и совести сразу же нажал в бой так меня заморозили входящий урон в меня увеличен посмотрите что со мной творят соловей просто меня изрешетил я даже не могу хп-шку поврежденную восстановить потому что у него динамик и соответственно еще и креп пушечки 2 то есть повышен входящий урон меня это что по мне постреляли не могу отремонтировать вот объективный мать его обзор на фалкона на игру игру воробос на канале киберсоник только объективные обзорчики все насладились я тоже насладился актуальный робот фалкон естественно актуальный посмотрите ролик гликман там он всех убивает продажный ютубер гликман используйте его только для того чтобы получить ресурсы но и принципе как и там другие ютуберы есть ютуберы молчуны типа как год лайка просто проблемы в игре не озвучивать лишь бы чтобы получить ресурсы быть хорошенькими они просто молчат есть ютуберы такие лояльные такие полупродажные это типа артуриона он кочей нашим и вашим день за белых день за красных но общем поняли да вот такая вот хреноботина то есть хочет и быть и с народом и спексониками но понимаешь спексоники народы совсем по разным направлениях движутся как-то так так что тоже объективности от него не дождетесь нормальных обзорчиков у него не будет так по запилили запилили озвучка страшно ужасно из серио сэма но очень тихо пиксоники не знаю там как вы тестировали но нихрестна не слышно абсолютно сейчас джун будет взлетать и мы на излете его долбанем но у джуна когда что способность если правильно помню 22 секунды он даже не успел свою способность от кд шить мы имеем врагов там party не знаю там у них не фулочка там вроде четверо четверо антиконтрол сработал или пилим 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 пили можно нам хотя бы респа в маячок нельзя понимаю что маячков мало больше ходите до фармеры хреновый а излетел конечно можно уходить в астралы там понятно тоже ролики клипмана посмотрите он от кнопки астрал паличек свой потники не убирает чуть что сразу астал австрал австрал за один бой на же но за одного робота раз десять может астрал нажать вот абсолютно объективный ютубер обзор у него просто мега супер труппер давай 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 так постараюсь я хоть что-то предпринять закрываем щит что мне не прокляли еще волну даем и блиц полетел открываем открываемся скрываемся хорек жрет наших давайте ему по спинке постреляем бам-бам-бам-бам-бам чем бобина синерита не нифига он не думает умирать все у него нормал it's ok так ну давай 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 я думаю минг пострашнее чем хок поэтому давайте поставляем лучше поминку после по сотруд его давайте еще полечим наши сейчас происходит напоминаю всякие скидске дни дополнительные не только в особые поставки вы получаетесь эти награды за открытие сундуков а еще дополнительно вот вчера я получил не сегодня получил сегодня мне ребенок помог поиграл 200 голд и забрал ну понятно что не только это ребенок весь прогресс выполнил а мы там понятно долго этой копили вчера на весь день а вот сегодня ребенку полчаса поиграл и добил это задание. То есть дополнительные задания выполняете, получаете дополнительные ресурсы. Игра зависла, к сожалению, полетели дальше. Так, сейчас я подождал, и вы наблюдаете перечеркнутую способность. То есть способность фалкона прыжок и активация слабого вооружения. Сейчас я и не могу воспользоваться. Также мы наблюдаем игру клана или пати, там не знаю, там пати клан. Один маячок есть. Я не знаю, если команда наша очень слаба, мне нужно остаться на нашем маячке. И его оборонять, чтобы хотя бы один маячок был, чтобы мы хотя бы пару минут поиграли. Стреляем, стреляем, стреляем. Естественно, все, мать его, лагает просто как капец какой-то. Застанели меня. Ты откуда нарисовался, братюня? Даже тебя не заметил. Пуляем, пуляем, пуляем. Пошел большой разброс. Остужаем. Поремонтируемся немножко. Ну и давайте. Пуляем, 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 пуляем. Держу маячок, чтобы враги его не покрасили. Вблизи разброс не так страшен. Пушки мне засрали или не засрали, что-то я так и не понял. В общем, стреляем. Не останавливаемся. Раван умерла, а там нуклеон полностью перегретый, но мы работаем вблизи, поэтому, в принципе, эффект должен все-таки какой-никакой быть. Сейчас мы наблюдаем, что у врагов динамиков или нету, или мало динамиков, и мне, в принципе, я могу даже кое-что отремонтировать. Давай, работаем, работаем, работаем. Три блица просто разорвали фалкона, как мне фиг делать. Но с предыдущим эпизодом не сравнится. Там один соловей просто меня сцена довел. Там, конечно, немножко ему помогал хок, но по факту один соловей просто разодрал мне жопу в клочья. Так, стреляем, стреляем, стреляем. Это называется дисбаланс в игре, когда, соответственно, ты абсолютно ничего не можешь поделать со врагом, если он задонатил, если он скупил все, что можно в игре. Это в игре, естественно, мне не нравится, никому адекватному мне нравится. Также вы можете послушать, допустим, игрового журналиста имперского, который раньше полуды был прогнутый под пиксовником, потом сказал, ну, все-таки я понимаю, что так делать не стоит. Таким образом зарабатывать деньги на дисбалансе. Так, ждем, 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 ждем. Тра-та-та-та-та. Мы везем с собой кота. Last-in включили. И стараюсь себя прилететь на маячок. Прилетел. И зачем что прилетел? Он ушел в астрал. Еще и взлетел. Да, я буду экономить энергоблоки. Я же не донатер, как вы. Ага. Ну, что-то счастлив, да? Чисто скилловик. Ученик Гликмана. Ага. Last-in включил. Взлетаем. Я нажал взлет. Но, соответственно, урон входящий был настолько велик и могуч. Соответственно, я не смог с ним справиться. Так, стреляем, стреляем, стреляем. Там харюк взлетел. Одни харьки летают. Еще один харюк. Это, которому я Last-in включил. Ему как-то особо по барабану. Я его вроде как волной еще обдал. Когда он пролетал мимо меня, я нажал волну. По идее, его должно немножко было цепануть. Ну, конечно, он очень много урона передает обратно. Так что, возможно, кто и пострадал, так это и я. Ну, так, я с ним справился кое-как. Давай, активируем, открываем щит. Ну, как вы, счастливы? Нет. Все, отлично. Еще один бой закончился. Давайте, наверное, сегодня поиграем даже не три боя, как обычно, а четыре. Или хотя нет, в принципе, так все понятно, да? Нет, давайте полетим уже против всех. Ничего не меняю. Ничего не меняется. Так. Не, ну, хотя бы можно сказать обзор на фулкона за пород, потому что я попал против клана. Давайте все-таки постараемся попасть в нормальный рандомный бой. Также хочу вас предупредить о том, что не нужно ныть, что вы попадаете против клана. Как правило, кланы играют без голоса. 99% играют без голоса. И поэтому какого-либо преимущества по тактике они абсолютно не имеют. Вас разбирают кланы, если вы там... Ну, вас на самом деле, возможно, могут разбирать кланы, фулочки, или там, ну, не полные фулочки. Пять, там, четыре человека. Из-за того, что просто тупо они прокачаны сильнее. Напоминаю, игра дисбалансная, поэтому с вами легко расправляются. Не потому, что их шесть в команде, или пять, или четыре, а потому, что они прокачаны сильнее. Согласованности действия, как правило, между кланами нет. Люди приходят домой, японцы, китайцы, русские там, богатенькие какие-нибудь там, ну, или каким-либо образом которые купили ресурсы, там, честным, нечестным, скинулись. Практикуются, там, там, если играешь, ну, играет на каунте пять человек, каждый закинул, там, по тысяче. Вот уже пять тысяч в месяц они донатят, там, покупают операции, там, голодицу, эти балансы юниты могут купить. Ну, то есть, не у всех есть деньги, каждый приспосабляется. Кто-то хорошо зарабатывает, кто-то, там, скопилирует, копилирует свои усилия. Так, давайте, я не знаю, все-таки Атанк должен, по идее, в наглую пойти на центр и все захватить. То, что можно и нельзя. Так, использую я ремонт, чтобы нивелировать полученные повреждения. Так, что поняли, да, никакого нытья, что вас уничтожили фулки, пожалуйста, не озвучивайте даже, вас убивает дисбаланс в игре. Потому что команда вражеская сильная. Шесть человек, и все шесть человек сильны. Также, может быть, в абсолютно рандомном бою быть шесть человек сильно перекачаны, и они также вас будут убивать, как нифиг делать. Наглядно мы там видели, что в настоящих условиях, если у вас робот не донатный, то, соответственно, танк, не танк, вас будут убивать, как нифиг делать. Так что, панацея там, типа, вот, я качну Фенриера, робот антиинфляционный, и буду на нем играть. Типа, антиинфляционный, то есть, не будет подвержен нерфам. Ну, потому что, как бы, не перспективный, да, ничего выдающегося в нем нет. Нифига подобно, вы на нем тупо не сможете отыграть. Что в игре его робот, ну, хотя бы чуть-чуть отыгрывать, более-менее, пусть у вас будет актуальный робот, ну, хотя бы девятого левела прокачки. Попадаю я, вроде бы, скорее всего, своим мега-супер-лучом в союзника, и поэтому урон как-то очень плохо проходил. Или, возможно, у этого блица там супер-мега-дрон, который постоянно ему восстанавливает, хп-шку там, ну, в общем, волшебство. Так, этот Сэм кричит, что-то он счастлив, кого-то убил, кого-то я убил, он кричит, радуется, веселится. Но тихо, еле-еле, блин, разработчики, критика критикой, но звуки-то сделайте погромче, ничего не слышно там, блин, Ни черта, может, там даже какие-то веселые крики, я бы, так скажем, сейчас бы просто бы ржал бы, веселился бы, и даже обращал внимание на дисбаланс, что невозможно никого победить, а, допустим, на веселые крики в большинстве своем, но нет, не слышно, ровно счетом ничего. Прыжки используют, как правило, донатеры, которые, в принципе, несколько хоков, там они перекачаны, и, в принципе, ну, могут себе позволить, в общем, использовать не ремонт, на активную способность, не астрал, а именно прыжок. Я вообще на активную способность ни прыжок, ни ремонт, вообще ничего не использую, потому что энергоблоков нету нифигашеньки. А так, вообще, для среднестатистического игрока лучше всего ставить на активную способность ремонтик, ну, или астрал, если у вас имеются энергоблоки. Ну, в бою, как-то, сейчас наша команда хотя бы более-менее играбельна, предыдущие два боя, вообще были просто мертвичина сплошная, сейчас, ну, мы немножко отпор даем, маячки немножко держим. У врагов, у хоков просто хоть соли, хоть на хлеб маш, у каждого по два или по три, и играть против них невозможно. В игре, воробос, для новичков, довожу для вас сведения, ничего не меняется, одна имба сменяет другую, если вы будете ныть, понерфите хока, играть невозможно, ну, разработчики понерфят хока, но не потому, что вы ныли, а потому, что нужно продавать следующего робота. По сообщению дизайнера из Дискорда, нерфы в этом году не планируются, возможно, будет нерф в следующем году, ну, возможно, будет нерф, это, по-любому, он будет. Хок явно имеет завышенные характеристики, ну, и все роботы, которые в Пиксонике, все роботы, которые в Пиксонике продают, изначально имеют завышенные характеристики, чтобы они продавались, и игрок на них нагибал, ну, такая уж, монетизационная политика игры воробос. Ну, компания Пиксоник. Купит игру какие-то другие люди, возможно, они будут более адекватные. Так, давайте. Тра-та-та-та-та, что-то не могу я Равану запилить, хотя у него хпшки просто на минимуме. Так, бамс, и у него сработал ремонт. Ага. Все, все нормально, ситуация стабилизировалась, у нас ноль маяков. Единственный маячок от Д, который не красный, это вот я по нему хожу, прогуливаюсь. Локи дал поджопника. Давайте по минусу постреляем. Ну, в общем, я не Гликман, я бои не выбираю, попадает в обзор то, что правда, то, что происходит на самом деле. Вот, три боя, три боя, был просто ужасный турбо слив. Не потому, что специально мы умирали, а потому, что игра дисбалансная. Если так же говорить по чесноку, нравится вам, не нравится, я бы рекомендовал все-таки играть в другие игры. Смысл, никакого соревновательного момента в игре War Robots нет. Она красивая и большая кастомизация. Я думаю, в чем сирот игре War Robots? Она красивая, визуал красивая, анимация прикольная, классная и большая кастомизация. То есть, ты можешь подобрать робота какого тебе угодно. Поставь то, поставь другое, чтобы визуально хорошо выглядел, чтобы эффективный он был. Пати было из трех человек зарешало. И, соответственно, вот секрет популярности игры War Robots. А с точки зрения соревновательного момента, если вы хотите побеждать, бороться на равных, но есть ряд других игр, в которых именно вы можете показать свои таланты как стратега, тактика. В игре War Robots стратега и тактика вы проявить не можете. Давайте пойдем режим против всех теперь. Бой прям подбор был 0 секунд. Странно очень. Ну, давайте попробуем. Выходить я не хочу первым. Я вроде бы как танк, да, должен не бояться, по идее, всего этого. 12 МК2 прокачка, пассивные модули крутые, у меня 6 левел, то есть максимальная прокачка, все великолепно, но в современных условиях господстве, да не то, что даже Хока. И с первого боя мы поняли, что даже не Хока нужно бояться, тут нужно бояться, знаете, просто там декстерьера на динамиках нужно бояться. В принципе, я говорю, что в игре War Robots в принципе не важно на каком роботе ты играешь, устаревшим, не устаревшим, главное задонать в него. Тоже люди там прикалываются, о, я на Джуне там Левин Ледженд и беру там, ну, бери. Молодец. Поздравляю тебе, классно. В донатной игре что бы ты ни брал бы. Любого робота закиньте там тысячу баксов и он будет имбовать. И всех будет мочить налево-направо. Но, естественно, есть, конечно, прям мета-игры, допустим, если вы сравнить Ореса или Джуна задоначенного тысячу долларов там и, допустим, Хока задоначенного также вот Хок в тысячу долларов в него вкинете, естественно, Хок их перестреляет. Но, Джун и, допустим, Орес легко будут справляться с Хоками обыкновенных игроков не задоначенными в хлам. То есть, задоначенный Джун, задоначенный Орес будут убивать всех незадоначенных роботов обыкновенных. Обыкновенного Скорпиона, пусть даже прокачка 12 МК2. Поняли, да, смысл? Ой, блин, да, объективный обзор у меня, блин. Во всех вверх у меня объективные обзоры. Напоминаю, так что, пиксоники, не надо, что я там на вас гоню или что-то там. Просто я объективный канал. У меня эта объективность, ну, нравится. В чем сила, брат? Брат, сила в правде. Я просто, не знаю, там, смотрел, наверное, правильные фильмы не хочу врать. Считаю, что очень плохо. Но некоторые ютуберы типа Глипуна читают по-другому. Так, ладно, давайте накидываем, накидываем, накидываем. АРС, бог войны, и отходов сейчас умрет. Ибо тот АРС не задоначенный в хламину. Так, 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 так. АРС по-любому способность откадышится, понятно. Кто-то там очень быстрый, ты что, минус, что ли? Кто там носится, как угорелый? Что-то маленькое. А почему такой резкий как понос? Кого-то мочканул, блин. Так, у него первое место. АРС что, за мной бежит? А, нет, там уже не АРС. А, Харек, ну давай, Хакер. Я его по-разному называю. Харек, Хакер, Кок. Тоже, как этот, Тайфун. Ну, не Тайфун, Тифон, новый робот. Тапок, Тифон, Тайфун, Сифон, Димон. По-разному, блин. Ну, в общем, стараюсь получать удовольствие не только от игрового процесса, от игрового процессора, но и еще и как-нибудь там кайверкой весело имена. Так, первое место. Ну, это заслуга не Фалкона, а заслуга Кока, который из роботов делает котлеточки, жарит их. Нажимаю на способность, видите, да, заблокировано. О, шедеврально. Та-та-та-та-та-та. Ну, клеон немножко перегрелся. Ну, клеон у меня 12 левел. Ну, какая-то ивентовская моделька. Не помню, с чем он и приорочено. А какая-то операция была, да? Кибер, кибероперация или там, или как это... Что-то такое было. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чуть рванку поваршивал. Ну, то есть, огневая мощь у Фалкона. Ну, низкая, один слот вооружения всего лишь. Если вы хотите танковать, все-таки, ну, если, допустим, вы думаете, что будут все-таки бои в балансе, в балансе, да, нормальные такие, ну, надежды у вас еще есть, то лучше рассматривать, я думаю, все-таки Фенерира. Потому что нарветесь на донатера, что Фенерира мочканет, что Фалкона мочканет вам, как нефиг делать. У Фалкона, конечно, сопротивляет урона побольше, но в настоящих условиях это по барабану. Ну, и как видите, тоже в начале боя удачно попался Соловей. Просто показатель был две криопушки и динамик творят просто чудеса. Так, не смог я убить. Пошли, пошли. Все меня станет, кому... Еще ноги сломали. Кому угодно. И сейчас Фредди Меркури заберет, наверное. Когда будет активно по мне лупить, я нажму ремонтик. О-о-о-о-о. Фредди Меркури. Ну, давай, полечимся. Так, близко подошли Фредди Меркури и дубасим его. Разброс уже большой, но расстояние минимальное. Да, я дворик запилил. Там Лечонок у нас. Так, ага. И ушли в безопасное местечко. Личонок свою способность пока не применяет Ё-моё А вот он и фенерирует на динамиках Посмотрите, что он со мной творит Трахте бедов мне просто делать безжалостно И что вы вдвоём меня долбасите? Давайте посмотрим, кто кого мочканёт Так, видно, да? Разработчики, а можно убрать? А можно убрать Наблюдаем противоборство Что-то фенерирует потерялся немножко Промазывал И долбит личинку Но что-то как-то долго долбил По-моему, НМИ-5 не сильно прокачанный Так у него всё должно было быть великолепно Ибо динамички творят чудеса Очень дамажное вооружение На фенерира ставить его не рекомендую Хотя, с другой стороны А, не ставьте их, короче Делайте, что хотите Так вообще, по идее Я сторонник на фенерира, на танков Ставить что-нибудь такое более дальнобойное Как правило, танки не сильно бегающие Но я видел фенерира в бою Которые носились быстрее, чем мой фантом Тоже задоначенные в хламину Поэтому, давайте советую Что фенерира медленный И лучше ставить на него энергопулемёты Ну, тоже уже У меня никакого права нет Чё вы творите С бедным Бедолага, бедолага Больно, да? Сейчас подсосём Сосём, сосём, сосём Равана, ты такой турбо-ящер просто, а Там у нас фенерира Мы помним, да? Там у нас фенерира Равана Давай, Равана Попыдаемся Это я смотрю не сильно донатное Ну, стараемся бегать влево-вправо Это называется его робот смансить Кардинально влево-вправо Не надо бегать Нужно жать вперёд или назад И влево-вправо Ой, ой Жёстко, жёстко, жёстко Да, это жёстко Нажал ремонт Но ремонт, естественно, не спас меня О, мочканул Приветствую, братюня, товарищ нагибатор Стан Стан прошёл, всё нормально Ещё и снежинка почти сработала И Аресня тут бегает Оооо Щёт, мазафака Берём фалкона Обзор на фалкона Конечно, сейчас лучше взять кока И всех мочкануть Но у него кок такой тоже, значит, непростой Да Ещё не факт, что я бы его мочканул Но, в принципе, кок против кока Хотя бы какие-то шансы имеет Арес, уйди-ка в сторонку Покажи личико Нет, он ушёл туда Там, по-моему, идёт титан Что-то смотрю Какое-то медленное и большое существо К нам идёт Да Титаница, да? Титанюшка И там какая-то чушечка тоже Ооо, товарищ кит Кит робот неплохой Только сытый и кривой, как говорится Товарищ джин Кит Ну, Кит, ну подожди Подожди Сейчас ты будешь мой Мой-мой Сейчас я тебя помою Прикольно будет, если я его мочкану Но нет, не я Так Харька довести до ласт-энда Не получилось Застанен Обездвижен И заморожен почти В общем Всё по фуншую Ещё пушки осталось мне проклясть Чтобы я вообще просто офигел Застанеть Заморозить Проклясть пушки Ну, пока разработчики ничего нового не придумали Пока только вот такие у нас есть негативные эффекты Если я ничего не забыл, да? Стан Проклятие И заморозка Отморозка Отморозка сделать Молодец, красавчик Применил он повышенный урон Уходящий Молодец, красавчик Давайте нажмём ремонт Ремонт нифигашеньки не справляется Меня растерзали Слева и справа меня долбят Давай, стреляю, стреляю, стреляю Нет, нет Не могу ничего поделать Ремонтируемся опять Полетели вперёд Джун Ну ты точно долбоящий Ну куда ты пошёл На задоначенного Хока Ну если Данный Хок Не задоначен Ну Ну непонятно сейчас, да? Хок сам по себе Очень мощный Поэтому возможно Просто Это Хок обыкновенного игрока А стреляет он Очень сильно Потому что Хок сам по себе Стреляет очень сильно Ха-ха-ха-ха Так что возможно Я зря гоню на данного Хока Тут непонятно Тем более Судя по вооружению Два Шрёдера И Дробоши эти Глори Ну возможно Он их прокачал уже Давным-давно-давно Ну и соответственно 12 МК-2 И Из-за этого пушка Его стреляет Встроенный Круто был Конечно сейчас Можно там Прятаться Там Использовать укрытие Но это скучновато Я танк Поэтому я играю Как танк Ну стараюсь так отыгрывать Сидеть в укрытии В окопе Ну как бы Это не танковское дело Понятно что С Хоком Не надо так бодаться Не надо Но Не надо Но Я стараюсь Проявить себя Как танк Играть как танк Снежинка заполняется То есть у него стоят Чипы Очень крутые Еще Оса Оса Не помню Она была В сундуке Или не была Ну по крайней мере Осы у меня нет У меня выпало Там какой-то один дом Или даже два Два вроде выпало Ну и так Давайте Мы наблюдаем Вот наглядно Вы видите Дисбалансную игру Один игрок Набил 7 миллионов Опытный игрок Который играет 5 лет Это я 3 миллиона Кое-как Настрелял А остальные Просто Дно донное Делать Дальше Вам самим Вы хотите Наблюдать Красивую графику Кастомизацию Очень Очень Хорош Не то что Породумно Даже кастомизация Раньше была В игре В робот Отличная Сейчас Она явно Переборщенная Переборщенная А слово Борщина Переборщились Кастомизация Сейчас же Не кастомизация Просто тоже Там Ну не будем Продолжать мысль Просто поняли Что я считаю Что кастомизация Теперь уже Явный перебор И игрок Уже не может Кастомизировать Робота Как хочет Потому что Это Очень дорого Так как У меня Объективный канал И объективно Я озвучиваю Получаю Это получается Как суровая правда То что В игру Не задонатил И соответственно Ты Тут как дно Как мясо Как Как тир Тебя расстреливают Давайте посмотрим Кто это такой 2700 92% Побед 16000 Всего побед А ну это Да Это не обыкновенный Игрок Это реально Донатер Титан купленный Я Смотрю рекламу Заплатенную Товарищ Допустим Братуха Не смотрит рекламу Но у меня Титана 150 левела Нет До сих пор Когда вышли Титана Я до сих пор Не мог И еще Самое главное Я еще не тупил И еще два раза Мне разработчики По ошибке Давали Бесплатно Операции Ну думали Что я Жуполизательный Ютубер Буду там Говорить неправду Как Ликман Но якобы Правду озвучиваю Мне смысла Топить игру Восхвалять игру Какие-либо Нету Я не Объективный Ютубер Потому что Никого не работает Работал бы Компанией Пиксоник Я естественно Держал бы Язык за зубами Или там Запустим Какой-то другой Компанией Я работаю Сейчас в одной Организации Я естественно Ничего плохого Про эту организацию Не говорю И не буду говорить Это потому что Такие законы Жанры А сейчас Вот в чем Фишка Моего канала То что я Получаю деньги В одном месте А ютубом Закнимаюсь На добровольных Началах И могу Объективно Озвучить Проходящие В играх События Естественно Пиксоне Кому-то не нравится Потому что Открываю людям Правду Глаза На правду Итак Харек 60 левела Пилоты У меня ни одного Пилота Даже до сих пор Нет 60 левела Максимум У меня 50 левел И тоже Я обосрался Прокачивать пилота До 50 левела Это у меня На страйдера был То есть Ну то есть Пилот задоначенный Давайте посмотрим Умения Т4 У меня Ни одного Самостоятельно Улучшенного нет Один раз Вроде бы Рандомно Мне выпало Это умение На фантоме У меня сейчас Находится Возможно Как там еще Там рандомно Выпало Ненужное умение Я его заменил Ну в общем Здесь мы наблюдаем То что он Умение Также за голду Их апнул То есть Жесткий Донатер Но не сильно жесткий Не 70 левела Пилот Здесь у него Хала Глори Возможно Стоит у него Кучность Давайте посмотрим Да Стоит кучность На Глори То есть Данный вид Вооружения Ему нравится Он Хока Использует Для боев Вблизи Что Глори Что Шред Где у тебя Шредры же были А ты на Хала Играл Что ты перепутал Блин Что Хала Что Глори Соответственно Имеют Становый эффект Еще возможно Там у него Дрон со станом Вот у него проклятие В виде повышения Входящего урона И в общем Все прекрасно Фенрир Который Меня разобрал Тоже был эпизодик Такой в этом бою Вот такая прокачка Имеет На атаку Он ничего не повысил Поэтому пушки Не прокачаны До конца На атаку Ничего не апнуто И соответственно Динамики Не так сильно стреляли По пассивным модулям Данное умение Переводить В Т2 Т3 Т4 Абсолютно не нужно Оно Свои характеристики Никаким Либо образом Не повышает Здесь что-то у него Голды по-моему Не хватило Или возможно Он хочет Фенриро Заменить на другого робота Почему он В Т4 Не перевел Неизвестно Парень Ну что ты не перевел Так что здесь Поэтому мы имеем Кваркера Еще не докачал Ну то есть Он не жесткий Донатер Видите Как бы все еще У него в процессе Еще есть куда расти Ну конечно Тут у него Ангар Лучше чем У 99% Игроков И вот он Кайл Роджерс Давайте ознакомимся В начале ролика Я показывал Что у Сумонин ВР Тоже Донатера Имеется данный пилот И что он делает Пока способность Активная При срабатывании На роботе Эффектов Ну всяких Негативных эффектов Они снимаются И робот получает Иммунитет К этому эффекту 10 То есть В течении 10 секунд Робот получает Иммунитет Ко всяким проклятиям При срабатывании То есть Не сразу Когда вы взлетели Работает 10 секунд А когда Соответственно На вас Применили Негативные эффекты Применили Допустим Локдаун Активная способность Такая же есть Из любого вооружения Вы можете Станеть врага Все Сработал эффект И соответственно 10 секунд Он работает Иммунитет Ну крутой пилот Думал 5 секунд Ради баланса А тут Оказывается 10 секунд Это уже Явный Явный Дисбаланс В общем Наболтало на целых 42 минуты Много комментариев Естественно Это все Комментарии Негативные Но объективные Никого хейта То есть Специальные ненависти Там или агрессии К компании Пиксоник Игре Варобос Моей любимой Игре Нет Ладно Все полетели Пока